Здравствуйте всем! Мы рады вас приветствовать на нашем мероприятии. Это фото-выставка наших друзей, нашего израильского фотоклуба, который находится в городе Хайфа, Цафон. Эта выставка уже вторая, так скажем, в общей эпопее, которую мы проводили в прошлом году. Это уже становится традицией и, надеюсь, она так и продолжится. Работы все очень интересные, работы очень сильные. Всем нашим друзьям, всем нашим гостям, кстати, здесь присутствуют люди, которые будут участвовать в ответной выставке в городе Хайфа. Буквально уже в конце этого месяца, апреля, может быть, в начале мая, сейчас дата уточняется, будет уже развеска экспозиции. То есть у нас это выставки по обмену. Нам всем это очень понравилось, все очень здорово. Хотим продолжать нашу эту традицию и пожелать всем участникам выставки в Хайфе и нашим дорогим участникам пожелать крепкого здоровья, новых творческих побед, поисков и всего жизненного благополучия. Все, спасибо всем. Вот так вот, так вот. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, давайте тогда начнем, немножко уже выпьем и запусим. Заплодотворное сотрудничество фотографов двух и более стран. Да. У нас встали. Давайте начнем уже открывать. Буквально все. Бросай фотоаппарат. Что такое сделать снимок, когда ваши бокалы вот так. Вот этот субтит. Это еще надо там находиться. Мало того, что фотография вообще самой присутствует. Вообще-то. Что я не знаю? Ночью. 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 Представляешь, вот эта нервность. Вот эта вот нежность в чуме. У вас с первой зеркалом. И с живой... Они тяжело звучат. Сиди богом, что там живут. Это два слоя шнепса. Да. Нет, вернее два слоя шнепса. Понятно, что привет. Ой, Оксана, привет. Все время не очень горит. Да, привет. 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 Давай туда. Ну вот там. Вот ночью. 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 Я... Ну вот. Ну, я... Друзья, что хочется сказать. Сегодня в этом зале именно друзья. И это очень важно. Очень хорошо, что у нас получилось сделать то, что мы сделали. Я думаю, вы уже все посмотрели выставочную экспозицию, уже сделали себе мнение, свои впечатления. Я думаю, что никто не разочаровывает, потому что это на самом деле очень интересный, на мой взгляд, даже, ну не будем себя сравнивать ни с чем, просто это очень интересная, многогранная фотографическая экспозиция. В общем, с позиции нашей этой дистанции. Вот. И я думаю, что дальше мы будем идти в этом же ключе и будет с каждым разом все лучше, 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 лучше. Вот. Ну, будем сплоченными, будем творить, будем что-то делать, что-то созидать, как-то пытаться. Вот, потому что видеофотографию нужно продвигать, нужно не забывать. В этом мы воплощаемся, в этом есть наш, так скажем, ну даже, может быть, призвание. Все, будьте здоровы, я вас всех поздравляю, все молодцы. Больше правил. Да. Хороших раз. И хороших, да, и хороших. Что самое главное, что хороших. Оксана, почему? Я сейчас, сейчас. Давайте еще разочек. Сейчас. Отлично, просто. Ждали. Это шеф-культура. А я что-то не сломала. Слава, Александр, Саня, Саня. Совком. Женя. Да. Ну, вообще, как бы я с ними больше атактирую другому Жене. Сейчас там своей. Вот, сейчас вот она тоже займается авторской фотографией. Вот, ездит, есть возможность ездить в разные точки мира, что-то фотографировать. Ну, тоже так снимает на свой глаз. Вот, и вот такие вот работы. Ну, понятно. Значит, как бы, ну, ладно. Ну, как бы, вот он вот подловил вот этот круговец солнца такого. Вот, я не знаю, насколько. Может быть. Ну, конечно, мы бы все сделали бы это по-разному. Я бы, может быть, брал бы более широкий угол, может быть, даже ниже точку съемки. Вот, да. Ездит по земному шару, есть возможность путешествовать. Вот, где бывает, привозит достаточно интересные работы. Потому что вот это, я, например, как увидел, я сразу там влюбился. Ну, все это, прям, идеал. Видите, вот он, да, 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 да. У нас, получается, треугольник, который держит ваше подъезд. Вы смотрите сюда, потом ее замечают тень, потом, проверяя по тени, у вас глаза по этой линии опять приходят сюда. И все, опять по кругу, все время глазам будем бегать. Очень интересная работа, да? С одной стороны. С другой стороны, какой у нас смысловой центр кадра? Смысл кадра? СВЧ. Сюжет номер, важная часть. Да, 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 конечно. И поэтому, а люди смещены вправо, и тем самым они, на самом деле, частично равновешивают вот эту массивную темную часть имя, плюс вот этот блик. То есть идет равновешивание темной части с помощью вот этого блика. То есть темные и белые более-менее, получается, картина достаточно равновесная. Плюс вот наклонная линия по центру расположенная, она тоже, как бы, вот, немножко поддерживает. А лестница? Здесь лестница, конечно. Вот эта вот, это единственная диагональ в кадре, и мы не заметить ее не можем. Мы все время будем на нее смотреть, вот, потому что, по идее, она должна куда-то поворачивать, но она, на самом деле, достаточно хорошо держит кадр. Вот, так что здесь тоже все, тоже очень интересный кадр. Вот это определение, потому что вот даже, ну, живопись с фотографиями, все-таки, немножко расходятся. Это все понятно, потому что, если художник, он может написать, что хочет по своему выбору, вот, потом их обязан, обязан искать. Обязан искать, ходить, бродить, выбирать точку съемки, когда вот это все, все сложится в один, единственный, правильный кадр. Это труд. Вот здесь мне тоже очень нравится вот эта вот уходящая, вот эта вот перспектива. Ну, она здесь не совсем центральная, вот эта, опять-таки, тут и диагональ присутствует, да, вот эта S-очка, так вот. Ну, она не S-ка, конечно, но, тем не менее, тоже какой-то интересный момент. Да, да, да. Вот. Ну, такие вот артовые вещи, как вот, скажем, я даже не знаю, даже не затрудняюсь. Я же так понимаю, что это какой-то ненаред. Да, либо что-то такое, да. Что-то такое, что-то по столбам. Ну, это вообще как-то фото-замогория, по-моему, даже фотомонтажного, скорее всего. Ну, это вот тоже. Те, ну, не наряды такой вот, ну, да, вот на шары, наверное, монтаж. Это вставки, скорее всего, слои. Да, вряд ли. Вот эта вот работа меня тоже очень восхитила. Я сначала очень долго ломал голову, что это такое, как это делается. Нет, я тоже не понимаю пока. Обычная лампа, что-то вроде нашей керосинки. Понятно. Что-то вроде нашей керосинки. Вот, значит, масштабирование, опять-таки, как-то. Это калаш, да. Да. Нет, это даже не калаш. Человек убежал за лампу. Лампа на переднем плане. Буквально там земли. Вот они. Вот сейчас, вы, наверное, знаете, когда вот люди, вот особенно на свадебных фотосъемках, там делают такие вещи, когда вот эти вот масштабы, отношения, там, когда там жених держит невеста на руке, вот эти все вот эти вещи там. Ну, то же самое исправляется. Вот это, конечно, долго, наверное, ждали. Когда вот этот масштаб, долго ждали. Да, да. Я показал, что там даже часть гораздо тяжелее, чем эта, можно сказать. Но картина поворачивается в эту сторону. Это произошло, ну, я думаю, из-за того, что из-за движения вниз, то есть они едут вниз, ну, по крайней мере, визуально, как бы, должно скользить. Поэтому глаза движутся сюда автоматически и тем самым наклоняясь сюда. То есть для меня картина вот в эту сторону поворачивается, однозначно, совершенно. Хочется проткнуться сюда. Хотя в другом, если бы не было этих шаров, то она явно бы прокидывалась в эту сторону, если бы не было движения. Вот такая вот. Здесь еще, знаете, что-то очень-очень удачно. Здесь солнце сыграло на контровой. Да. Вот контур оленя просто обрисованный, просто идеально. То есть олень, он прям как вот именно объемный, живой. Все дверно. Кстати, у меня природа не очень хорошая система. То есть вот эти вещи. Если бы он снимал вот этих птиц крупных, а здесь серое море вот этих пищей, чтобы птицы были головами. Я бы понял. А вот здесь вот кадры я не понимаю. Не знаю, кто это такой, страус, да, он бежит красиво, но он слился со всеми остальными. А если бы эти были размазаны, он бы был резкий, было бы идеальный вариант. А так? Ничего. Как считаешь, что здесь больше всего выделяется и привлекает в этом кадре? Ну, перспектива. Тень падает от этого, от здания, что это? Ну, мы все заметили одну детальку интересную, и вот бы хотел, чтобы ты тоже ее заметил. Ну, тут есть. Не переживай, не заметила. Почтаю. Ну, мы ее все поняли. Потом мы все нашли. Хорошо, перспектива. Вдалеке, в Далитешке, вот эта вот башня. Ну, вот эта галистика. Вот эта галистика. Это галистика? Да, там, чтобы посмотреть. А, мое зрение все ухудшается и ухудшается. Мы сделали вывод, что зрение башни. А ты лично, молодец. Контраст. Контраст. Принять с решением. Контраст. Вот эта девушка зажата, не зажата, она в тупике. Видите, вот этот вот треугольник, она в тупике каких-то не лишенных проблем, а это вот вероятно то, что она эти номинирует, как-то какое-то ощущение триллера. Ну, вот прям я, вот прям как с меня. А сравни с высшей картиной. Тут она вроде все свои проблемы потихоньку начала решать. Ну, так она поднимает. То есть это ты в будущем? А, ну да. О, господи, как-то из фильма, как из фильма споноут. Только из воды. А что это такое? Это карандафильм. Ага. Ну, как. Вот это прям интересно. Вот прям. Помните, был такой фильм «Плетеный человек»? Нет. Не знаю. А вот девочка была с таким нехорошим взглядом. Это, наверное, у всех, кто ходил в школу, а потом на первые классы. Не, у нас все были англами. Это со второго начинка. Ага. То есть, у нас очень острый взгляд его стратегии. То есть, возникает некое пересечение с окружающим образом, с тем, что он пытается выразить. Если бы здесь были округлые холмы, то был бы немножко другой совершенно смысл. То есть, тоже было бы интересно, но был бы другой. А здесь, за взгляд, вот все до конца. Непонятная скрытая такая, да? Кого под? Скрытая камера была. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова